Питер Залмаев, директор Евразийской демократической инициативы. Питер, здравствуйте, спасибо за уделенное нам время. Добрый день, друзья. Питер, ну, наверное, сложно переоценить значение этой встречи. Ну, не менее, как такой момент Чочильен, как говорят в Америке, то есть черчилевский, под Черчиллю все прошло, а все американские каналы передавали 25-минутную речь президента Зеленского объединенной встречей Палаты представителей и Сената. Такой честью достаиваются очень немногие. Последний раз такой честью достаивался Петро Порошенко, такой честью достаивался Бенджамин Нитаньяков, несколько лет назад. Это действительно редкий случай. И то, как и как долго, сколько аплодировали украинскому президенту, это было беспрецедентно. То есть без преувеличения можно сказать, что это был момент, который можно сравнить с воззваниями Черчилля, воззваниями о свободе, о необходимости перебить хребет тоталитаризму. Все, по сути, акценты были расставлены правильно. Украинский президент избежал невозможных таких потенциально щепетильных моментов, не играл на противоречиях между партиями и так далее. Я, разумеется, не ссылался на трамповское прошлое и очень серьезные свои проблемы, которые он умел, вы все помните, с президентом Трампом и так далее. Речь была направлена на как единство западного мира, цивилизованного мира, единство украинских союзников, такие единства в середине американского политического истязования. Питер, хотелось бы с вами еще обсудить вот эти вот кадры, которые сейчас мы видели в нашем эфире. Это момент встречи Зеленского и Байдена. Мы увидели совершенно двух разных мужчин, но они смотрели друг на друга, как будто бы они даже без слов понимали, о чем дальше пойдет речь. Один был в реглане в милитаре, другой был в костюме, что, кстати, очень подалось критике в российских пабликах. Как вы увидели эту встречу? Это два друга, это старший, который готов взять опеку и помогать. Что мы не увидели еще? Или это встреча равных? И вообще, как много вы увидели каких-то сигналов, зашитых в жестах, в поведении американского и украинского президента? Да, ну на самом-то деле, в принципе, все говорить о, скажем так, костюме президента Зеленского абсолютно нормально в условиях войны. Я думаю, что президент Зеленский еще успеет одеться в костюм, тройку с галстуком и вот с таким вот, знаете, платочком. Все прекрасно понимают, все было выдержано в предельно допустимых тонах. Разумеется, встречи мы можем проанализировать, как они смотрели друг в друга в глаза. В глазах Байдена было очевидно, что для него, вот Украина, это, наверное, одно из самых главных достижений его президентства, особенно учитывая то, как Америка была вынуждена покинуть Афганистан. Многие сравнили этот момент с бегом американской армией из Вьетнама. Это было очень, и останется очень темным пятном на истории внешних вмешательств Америки, там, скажем так, участия Америки в разных объектах в мире. Но вот Украина не является. Украина является прекрасным исключением, к сожалению, правил, которые мы видим последние многие годы. И это было видно в глазах президента Байдена, который, возможно, будет президентом одного срока, возможно, он не подойдет на второй срок. Поэтому, разумеется, до конца своего срока он хочет сделать так, чтобы Украина была бы только success story, история успеха американской внешней политики. Ну, относительно того, в чем был президент Зеленский, наверное, так и должен выглядеть президент воюющей страны. И мы бы не поняли, если бы он там появился, например, в каком-нибудь мятом брионе. По поводу военной помощи Америкой и Украине случилось то, о чем мы долго мечтали и не верили. Передача систем Патриот. Когда-то этот вопрос даже не поднимался на повестку дня. Сегодня это уже реальность. Станет ли реальностью следом за этим и передача более дальнобойных видов вооружения, более высокоточных видов вооружения? Тронется ли лед в этом вопросе? Как вы считаете? Ну, вопрос, то есть, лед тронулся об этом вопросе уже, разумеется, по Патриотам. И вот Дмитрий Кулеба заявил, что пока, если мы говорим об одной такой установке, лед уже тронулся, потому что если дана одна, вторую будет дать намного легче. Вторую и третью. Разумеется, для защиты даже с дядой доли Украины одной установки будет мало. Она, в принципе, обеспечит, может обеспечить безопасность от одного большого города, той же столицы Киева, но, вероятно, нам потребуются и дальнейшие поставки такого вооружения. И вот уже американский отрезок, в общем-то, скомментирует, что все-таки по вопросу долга ракет на 300 километров радиуса действия, таких как тот же Атакамс, о танках Абрамс и истребителях, к сожалению, вот тут, между двумя сторонами, остаются серьезные противоречия. Байден продолжает ссылаться на то, что это может привести к расколу именно внутри Североатлантического альянса НАТО. Европейцы продолжают бояться, что такого рода поставки вооружения могут привести к конфронтации с эскалацией с Россией, опять-таки, для нас в Украине. И остается очень, немножечко, ироничным этот термин эскалации, когда мы находимся, как американцы, как Запад, сам любит повторять, в самой большой наземной войне в Европе со времен Второй мировой. Поэтому пока месть этот вопрос не решен, но, опять-таки, тут в нашем союзе какой-то степени продолжает оставаться самым административным, который с своими эскалационными действиями именно против цивильного населения. После того, как он пошел в альянс с лютым врагом Запада и Израиля, Ираном, и об этом, кстати, очень удачно сказал Леспедин Зеленский, так вот, такими действиями он все-таки ускоряет перспективу все-таки получить для Украины и атакамсы, и абрамсы. Поэтому и этот вопрос, как с патриотами в свое время, он не закрыт. Я, помните, в эфире вашего канала несколько недель сказал, что, несмотря на то, что Пентагон сказал, что патриоты, скорее всего, не дадим, я сказал, подождите еще немножко, и их все-таки, я думаю, дадут рано или поздно. И логика подсказывает, ну и вот эти действия военных, что Путин не собирается отступать и готов воевать самыми грязными методами, это подсказывает мне, что все-таки Украине будет дано вам настолько, сколько нужно будет для победы. Да, и Кулеба вчера под вечером прям хотел успокоить украинцев этим заявлением. Вы тоже, конечно же, его видели, о том, что все будет хорошо. Не нужно переживать, все будет хорошо. Но мы должны все-таки смотреть в разные стороны, и мы слышали и обсуждали уже сегодня в нашем эфире этот вой пропагандистов с болот. Симоньян, конечно же, не сдерживала себя, но есть такая еще категория, как и генералы в отставке. Мы говорим о Соединенных Штатах Америки. То есть есть такие бойцы Путина, которые пытаются оттуда рассказывать, что не все так однозначно. И на кону стоят 45 миллиардов долларов, которые должен будет проголосовать Конгресс. Как вы считаете, это сейчас послужит какой-то волной для манипуляций в обществе, либо же это уже решенный вопрос и просто следует выждать время? Ну, по поводу генералов я тоже скажу, что это не все так просто. Путинских, пропутинских генералов в Штатах мало. Есть действующий генерал, генерал Милли, это начальник объединенных штабов, это самый главный сейчас генерал. Так вот, да, он известен своими достаточно нескептическими, а осторожными заявлениями насчет перспективы полного отвоевания украинской территории. С другой стороны, если мы говорим о генерала Старки, тот же известный от Бен Коджиз, а также генерал Василий Кларк, бывший Петреус, которые частые комментаторы на американских каналах, как раз вот они в принципе, в целом, я сказал бы, намного более оптимистично смотрят на все классы. Что касается этого пакета помощи, ну, собственно, для этого и был визит к президенту, с тем, чтобы подбодрить представителей обеих партий и, как бы, таким образом послать сигнал республиканцам, республиканцам, которые заступят в ближней палате уже с начала следующего года, что, ребята, политические ветра, как бы, против вас. Если вы хотите, даже если вы собираетесь думать о вырезании нам помощи, то есть, по-моему, дарит вокс популя, то есть, глаз народа. И вот просто по уровню этих пакетонистментов, продолжительности их лицебела, которые я услышал в здании Капитолия, мне кажется, что республиканцам будет очень сложно торпедировать этот пакет. Скорее всего, он будет принят. В основной своей массе, возможно, неполная цифра, которую вы озвучили, но он будет принят, и республиканцам что-либо сделать просто будет очень сложно. Опять-таки, Зелезкий оставлял все это очень правильно, избегал каких-то внутренних противоречий, вмешиваться в них, обращался к представителям обеих партий, ссывался на прецеденты, очень хорошо продемонстрировал, что украинцы знают американскую историю, начал он с того, что сравнил ситуацию сейчас в Бахпуте, битву за Бахпут с битвой за Саратогу. А эта битва была, я вам напомню, революционная война, США боролась за независимость от Великобритании, от Англии в 1777 год. Он также сослался на дорогу в Балыч, так называемая битва за выступ или это стража на Рейне, наступление Вардена в 1944 год. Это операция по сдерживанию и отгону немецких войск на Западном фронте. Поэтому и то, как на это реагировали наши инвестиционные сенаторы, мне говорится, что они понимают, собственно, историчность этого момента. Понимает ли историчность этого момента Владимир Путин? И получил ли он сигнал, который был ему послан? Да, получил, разумеется, он понимает. И, в принципе, он играет опережение своим выступлением вчера и разговорами об этих 200 тысяч мобилизованных, которые готовятся. Он будет понять, что война будет крайне затяжная. И, когда он не потеряет аппетит, он понимает, что ему нужно будет продолжать кидать в лоб сотни-сотни тысяч бойцов. Собственно, это он и просигнализировал Америке. Помню, когда Нью-Йорк Таймс писал о контакте Нарышкина и Билли Маберта главной ЦРУ, где Нарышкин дал понять американцам, что Путин готов проглотить хоть 300 тысяч убитых. И, судя по всему, к этому все идет. 100 тысяч, мы уже перевалили эту точку, 100 тысяч убитых российских солдат. И Вашингтон посылает в Москве, собственно, 8 баллов. Вы хотите еще столько, ну, трижды, сколько вы потеряли. Значит, вы это получите. Спасибо за этот разговор. Директор Евразийской демократической инициативы Питер Залмаев присоединялся к нашему фирму. Спасибо.